Добрый день, друзья! О пользе вишни известно уже давно. Исследователи не раз проводили исследования, в ходе которых было доказано, что ягода лечит многие заболевания и укрепляет иммунитет. Её едят в свежем и замороженном виде, делают варенье, соки и компоты, добавляют в косметические средства. Однако, несмотря на всю пользу, в некоторых случаях вишня может нанести вред организму человека. В этом ролике мы расскажем, чем же так полезна ягода и чем вредна, и что произойдёт с организмом, если есть её каждый день. Химический состав. Вишня богата витаминами и минералами. В плодах в большом количестве содержится калий, железо, кальций, натрий, магний, цинк и марганец в меньшем количестве. Не менее важную роль играют витамины группы В и аскорбиновая кислота – яблочная, лимонная и фолиевая. Вишня – это диетический продукт. На 100 грамм приходится всего 50 калорий, при этом она содержит минимальное значение сахара и хорошо насыщает. В чём польза вишни для организма? Лето – это золотая пора для ягод и фруктов. Нужно пользоваться возможностью и есть их как можно больше. Особое внимание уделите вишне. Когда сезон закончится, не забудьте включить в рацион замороженные ягоды, компоты и соки. Вишню смело можно назвать одной из самых полезных ягод. Список её свойств весьма внушительный. Вишнёвые плоды оказывают жаропонижающее воздействие на организм. Имеют отхаркивающий эффект. Помогают решить проблему запоров. Это обволакивающее средство. Оно оказывает противовоспалительное действие. Вишня укрепляет иммунитет и помогает бороться с вредным влиянием окружающей среды. Ягоды полезны в качестве профилактики появления раковых клеток. Польза для сердечно-сосудистой системы. Помимо общих свойств, вишня оказывает положительное влияние на работу сердца и сосудов на процессы кроветворения. В ней содержатся кумарины и оксикумарины – микроэлементы, которые имеют особую важность для кровеносной системы. Они улучшают свёртываемость крови, повышают уровень гемоглобина в крови и являются профилактическим средством от инфарктов, тромбоза и стенокардии. Для людей, страдающих от артериального склероза, вишня должна стать ягодой номер один в их рационе. Также вишня снижает артериальное давление и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Богатство железом, содержание магния делает её крайне полезной для людей с анемией. Обратите внимание, что чем темнее цвет мякоти, тем больше в составе ягоды витамина П. Он снижает риск развития патологии сердца и сосудов. Польза для органов желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и почек. Польза плодов для работы желудка и кишечника связана с их свойством улучшать перистальтику. Они эффективно борются с запорами и нормализуют пищеварительные процессы. Издавна вишнёвый сок пьют для повышения аппетита и предотвращения развития дизентерии. В состав вишни входит хлорогеновая кислота, которая помогает восстанавливать работу почек и печени после повышенной нагрузки. Пектин и клетчатка выступают как природные абсорбенты. Они очищают кишечник и печень от шлаков и токсинов и выводят вредный холестерин. Польза для суставов. Во время артрита стоит пить смесь вишнёвого сока и молока, добавленного в небольшом количестве. Они снимают неприятные ощущения и помогают привести суставы в норму. При подагре вишня и её сок усиливают действие медицинских препаратов, благодаря чему симптомы проходят быстрее. Для тех, кто страдает от радикулита, особой пользой обладает отвар из веток и коры вишнёвого дерева с добавлением сока плодов. Такой напиток снимает болезненные ощущения и приводит самочувствие в норму. Однако рецепт можно использовать только после консультации со специалистом. И уж точно нельзя им заменять назначенное лечение – это дополнительное средство. Польза для нервной системы. Настой на основе ягод оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и снимает судороги. В плодах содержится медь, которая имеет седативный эффект, что важно для перевозбуждённой центральной нервной системы. Спелую вишню специалисты рекомендуют использовать как вспомогательное средство при лечении эпилепсии. Фолиевая кислота в её составе вызывает расширение кровеносных сосудов и кровообращение приходит в норму. Польза для здоровья глаз. Регулярное употребление ягод способствует укреплению и усилению зрения. Отвар из соцветий оказывает положительное влияние на органы зрения при воспалении глаз. Польза для иммунной системы. Главная роль вишни – помощь иммунитету. Если регулярно есть спелые ягоды, то в любое время года простудные и инфекционные заболевания будут обходить стороной. Они повышают сопротивляемость организма и активизируют его защитные силы. Летом нужно есть свежие ягоды. Зимой готовить чай с замороженными плодами, есть варенье или пить компот. Это станет отличным профилактическим средством от ОРВИ и гриппа. Такое влияние на организм связано с высоким содержанием йода. Он нормализует йодный баланс и запускает работу щитовидной железы. Именно от процессов выработки гормонов зависит работа большинства других органов. Когда полезно есть ягоды? Вишня – незаменимый помощник для здоровья любого человека. Однако при некоторых заболеваниях она становится особо полезной благодаря содержанию нужных элементов и витаминов. При простуде – лорзаболеваниях. Ежедневное употребление вишни улучшает защитные свойства организма и повышает его сопротивляемость. Аскорбиновая кислота и витамин В в её составе имеют противовоспалительное действие, которое уничтожает стрептококков и стафилококков. Ягоды снижают температуру тела и оказывают отхаркивающее действие, разжижают мокроту в лёгких. При простудных заболеваниях полезный чай с вишнёвым вареньем – чай на основе ягод. При подагре. Если регулярно есть ягоды, можно снизить пагубное влияние мочевой кислоты и изменить показатели кислотности. Плоды снимают болезненные ощущения и защищают от новых приступов. При подагре полезнее всего есть их свежими или выжимать сок. При геморрое. Вишнёвые плоды снимают симптомы геморроя. Они лечат проблему запоров и нормализуют стул. Однако для этого ягоды должны пройти обработку до состояния компота, варенья или морса. Обратите внимание, что при геморрое нужно использовать комплексное лечение. Одних только правильно подобранных продуктов будет недостаточно. При диабете. В отличие от других ягод, в вишне содержится меньше глюкозы и фруктозы, поэтому её включают в рацион диабетиков. Однако злоупотребление может быть опасно, и нужно знать меру. Профилактика рака. Регулярное употребление ягод снижает риск развития опухоли. Это мощный антиоксидант, который выводит из организма вредные вещества. Кверцетин в составе плодов уничтожает раковые клетки. Для женщин. Вишня снимает спазмы во время менструации и помогает работе организма во время менопаузы. Это диетический продукт, который имеет низкую калорийность и активизирует процесс сжигания жиров. Ягоды можно есть даже во время беременности. В них содержится фолиевая кислота, которая способствует правильному формированию плода. Калий в составе важен для состояния иммунной системы, а жидкость снимает усталость и наполняет энергией. Во время грудного вскармливания вводить ягоды в рацион можно только после достижения ребёнком одного месяца. Важно внимательно следить за реакцией его организма и при отсутствии аллергии или проблем со стулом увеличивать порцию. Для состояния кожи и волос. Маски из мякоти вишни питают и увлажняют и кожу, и волосы. Они защищают от преждевременного старения. Вишнёвые пилинги качественно очищают кожу и снимают омертвевшие клетки, благодаря чему она становится более гладкой и сияющей. Как нужно есть ягоды. Обычно вишню едят свежей или используют для варенья или компота. Однако этим способы применения плодов не ограничиваются. Вяленая вишня – вкусный и оригинальный, но крайне полезный рецепт. В основе – кастрюля вишни, несколько стаканов сахара по вкусу и набор специй по желанию. Промойте ягоды и очистите от косточек. Сделайте сахарный сироп и несколько минут поварите в нём плоды. Духовку разогрейте до температуры 80 градусов. Разложите ягоды на противне и отправьте в духовку на 30 минут. Регулярно проверяйте ягоды и переворачивайте при необходимости. Понять, что вишня готова, можно потому, что она стала сморщенной и уменьшилась в размерах. Не менее полезен вишнёвый сок. Понадобится 3 кг вишни и сахар по вкусу. Промойте ягоды и удалите косточки. Мякоть положите в сито и выдавите из неё сок. Получившуюся кашицу отожмите. Получится концентрированный сок, в который нужно добавить сахар и разбавить водой. Если летом выросло много вишни, её можно заморозить, чтобы она приносила пользу даже зимой. Разложите ягоды по пакетам и оставьте в морозильной камере. Как использовать в косметологии? Вишню женщины издавна использовали для красоты. Вишнёвая мякоть и яичный белок помогают от прыщей. Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 20 минут. Мякоть, сок калины и мёд поддерживают тонус кожи. Если смешать мякоть с творогом или сметаной, можно избавиться от мешков под глазами. Чтобы сделать волосы блестящими, разомните ягоды и нанесите получившуюся кашицу на кожу головы. Оставьте её на 1-2 часа, а после смойте шампунем. Смесь из вишнёвого сока и картофельного крахмала помогает при излишней жирности кожи головы. Нанесите её на 2-3 часа, затем смойте прохладной водой. Вред и противопоказания. Некоторым стоит отказаться от употребления вишни, несмотря на её вкус и пользу. При наличии аллергии. При заболеваниях желудка. При острых воспалительных процессах в лёгких. Кроме того, нельзя есть косточки. В них содержатся ядовитые вещества, которые пагубно влияют на работу внутренних органов. После поедания ягод стоит прополоскать рот, так как их сок портит зубную эмаль. Вишня входит в список самых полезных ягод. В ней содержится большое число витаминов и минералов, необходимых организму. Регулярное употребление улучшит здоровье пищеварительных органов, сердечно-сосудистой системы, укрепит суставы и т.д. Есть вишню, можно свежий и замороженный, как компот, сок или варенье. Это позволяет получать от ягоды пользу в течение всего года. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok